А может быть логичнее было бы арестовать его по подходящей статье? Вкладчики, митинговавшие на Варшавке и у СИЗО, где держали Мавроди, вскоре переместились к Белому дому. Свободу! Мавроди! Свободу! Отчаявшиеся люди приходят к выводу, нравится им Мавроди или нет, без него они своих денег точно не дождутся. Ведь даже заявление о компенсации к следствию приняло только у 10 тысяч пострадавших, остальным указали на дверь. Слишком много, мол, желающих. Вкладчики, считавшие себя обманутыми отнюдь не Мавроди, а государством, требуют немедленного освобождения их благодетеля. Хорошо, что в 1994-м далеко было до президентских выборов. Мавроди в тот момент один из самых популярных людей в стране. За него готовы голосовать миллионы людей. На этой волне он избирается в парламент и выходит из тюрьмы. Когда я пришел в Думу, выяснилось, что вся Дума играла вообще. Они все прибежали мне сдавать, что выкупите у нас. Там даже кризис, тогда все обвалилось вообще. Там вообще выяснилось, что все они там до седьмого колена. Причем, ну так как я человек доверчивый, то надо было у них выкупить часть и держать их на крючке. Но я думал, что это нормальные люди, порядочные. Я выкупил все, они меня сдали. Через год, в 1995-м, Мавроди лишили депутатского мандата. Он, мол, не ходил на заседание. Он, мол, продолжал заниматься коммерческой деятельностью в кресле народного избранника. Тут стоит заметить, что и до, и после Мавроди прогульщиков и бизнесменов в Думе хватало, однако выгонять за это их не спешили. Весь этот год бедные вкладчики надеются, что освободившийся Мавроди ночей не спит, чтобы поскорее вернуть им средства. На самом же деле Сергей Банделеевич не скрывал, что использовал думское кресло только, чтобы выйти из тюрьмы. А народные интересы тут были явно не на первом плане. Так может, Мавроди сам где-то спрятал деньги вкладчиков? Он ведь, по идее, богатый человек, у него должно быть много имущества. Через несколько минут узнаем, где же оно. Крах финансовой пирамиды МММ в августе 1994-го лишил миллионы людей последних споряжений. Но и они не потеряли веру в Сергея Мавроди, рассчитывая, что именно он и никто другой вернет им деньги. Доверие к Мавроди усилилось и из-за слухов о нечестности спецслужб. Те якобы самосвалами вывозили деньги из офиса МММ. А каково же личное состояние самого Мавроди? Вениамин Смехов продолжает расследование. Понятно, что первыми описывать имущество главы МММ, когда его, наконец, надежно упрятали за решетку, в 2003 году бросили следователи. И что же они обнаружили? Нашлось, мягко говоря, немного. Собственной квартиры у Мавроди, как выяснилось, не было. Та, в которой он жил, записана на родителей и даже не приватизирована. Был еще домик на селе Керри, но назвать его дворцом олигарха язык не повернется. Следствие бережно описало находившееся в доме имущество. Телевизор, рубин, холодильник. Еще описали библиотеку. Полторы тысячи книг хранилось в квартире друзей. Все эти несметные богатства были проданы с молотка. Я тоже, опять-таки, совершенно не разыграю себя какого-то там несчастного и бедного, что у меня денег нет. Я абсолютно устраиваю жизнь в этой квартире. То, что она пустая, мне наплевать глубоко. Должно же быть хоть что-то. Хотя бы банковские счета или на худой конец зарытые где-нибудь на черный день. Пару десятков килограммов золота. Единственное, что принадлежало самого имущества, вот Мавроди, когда стали накладывать, у него находился деревянный дом с пристройками, который был оценен в 49 тысяч рублей. Он находился в Тверской области. Там же изъяли телевизор стоимостью 3 тысячи рублей, снегоход «Буран» стоимостью 15 тысяч рублей и так далее. Это вот все имущество, которое было записано на Мавроди. То есть никаких дворцов, никаких самолетов, никаких квартир на Мавроди больше записано не было. Только вот этот единственный деревянный дом. И то, что вот в момент возбуждения уголовного дела было найдено в офисах по приему этих денежных средств от граждан. То есть там копейки. По сути, но мы ничего не выяснили о том, как жил Мавроди после своего депутатства и до повторного ареста. В 1997-м, когда МММ было признано банкротом, он пропал из поля зрения следователей и нашли его только в 2003-м. А что он делал все это время? Может быть там как раз и кроется ответ о судьбе миллиардов МММ? О местонахождении Мавроди ходило много разных слухов. То его якобы видели в Греции, то кто-то видел человека похожего на основателя МММ в Скандинавии. Другие говорят, что никуда он не выезжал, а сидел у всех подносов в подмосковной Жуковке 3. Третьи утверждали, что его вообще никогда не найдут. Мавроди, мол, сделал 10 пластических операций. Все расследование мы параллельно вели и мы как бы помогали следствию, понимаете. Следствие это сразу все и не догадывалось. Его искал Интерпол, а он напротив в доме сидел. И было для меня это совсем неудивительно, зная его характер. Это потом выяснится, что Мавроди нанял себе целую службу безопасности 20 бывших сотрудников спецслужб. Все эти 6 лет они неустанно оберегали шефа от беспокойства милиции. Его перевозили с квартиры на квартиру. Однако основное время он проводил в квартире на Фрунзенской набережной, где и был в итоге арестован. Представляете, вы там в розыске. Я, кстати, был в соседнем доме, за окошкой видно, скрывался-то. Ну, надо скрываться же, в соседнем доме, где они ищут. Ну, и вот вообще. И вдруг вот вы сидите там, естественно, на нервике, как говорят. И вдруг там, знаете, за охранники звонят снизу, что там где-то отцеплено все, дом отцеплено. Около подъезда группа захвата стоит. И труппу сразу повесит, говорит, мы боимся, что сейчас тут прослушиваются. Я там в полном ужасе стираю, ну все, представляете, вообще состояние. Я там стираю, там все, есть компьютер, РУ, все бумаги там, в общем. Нету, не поднимается никто. Потом по телевизору показываешь, там какая-то в этом подъезде, по-моему, чуть ли, этот самый, какие-то там, эти, чечены, какой-то склад оружия вообще, что это их караулили, их в арте приняли, голубчиков. Ну, то есть, это начало. История, конечно, забавная, но для нас главное другое. У Мавроди были деньги на задержание охраны. Причем какой? 20 высококлассных профессионалов. Откуда он брал средства? А? Есть данные, что после развала МММ у Мавроди остались купленные на несколько миллиардов долларов акции крупной госкомпании, что-то около 7-8%, с которых он регулярно получал дивиденды, на них и существовал. Сами акции якобы зарегистрированы на подставных лиц. Информация о выкупленных на чековых аукционах акциях госкомпании фигурирует и в уголодном деле. Так, по крайней мере, заверяет сам Мавроди. Может ли это подтвердить кто-то, кроме него? Если он является владельцем акций «Газпрома», то почему их, так сказать, не нашли? Каждая акция «Газпрома» стоит на учете. То есть, при идее, это не так уж и много акционеров «Газпрома» на самом-то деле. Из тех, кто мог бы купить акции «Газпрома» в то время, я могу сказать, что у меня 150% акций на Луне. Ну и что? Вы можете это проверить? Нет, не можете проверить. Но где тогда деньги? Они ведь подчиняются описанному еще Михаилу Васильевичем Ломоносовым закону сохранения материи. Если в одном месте какого-то вещества убудет, то в другом месте, ровно в таком же количестве, прибудет. Где деньги, Зин? Ну что я считаю, что эти акции не мои, хотя не формально мои, это деньги вкладчиков. Я собираюсь ими заняться и начать выплаты. Это, конечно, никого не устраивало. Потому что представляете, что вот я начну сейчас выплаты. Потому что я и мамам открыл, что началось. То есть, что я выплаты начну. Сейчас в этом, когда ни зарплаты, ничего там. И вдруг я начинаю выплаты вообще. Я становлюсь фигурой вообще там. Кому это надо? Поэтому было сделано все, чтобы этого не допустить. В декабре 97-го Сергея Мавроди объявили в розыск. 31 января 2003 года он был арестован на съемной квартире в Москве. Мавроди было предъявлено обвинение по статье 159, часть 3 УК РФ. Мошенничество в крупных размерах и хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием. Чертановский суд города Москвы приговорил Сергея Мавроди к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. 22 мая 2007 года Сергей Мавроди был освобожден из-под стражи. Сергей Мавроди едва успел почувствовать воздух свободы после нескольких лет заключения, как за него опять взялись. Понятное дело, недовольных осталось много, и они хотят вернуть свое. Но во время записи нашего интервью в квартиру основателя МММ в очередной раз нагрянули судебные приставы. Они поначалу не поверили, что все имущество бизнесмена уже давно описано. Да я вообще никогда не вру. Я уже говорил. Без крайней необходимости, которая крайне редко возникает. Вообще сейчас не тот случай. Осмотрев квартиру, судебные исполнители вынуждены были уйти ни с чем. Несмотря на то, что с таким треском развалилась МММ, людей эта шумная история мало чему научила. Хоперинвест. Классическая пирамида, рухнувшая через несколько месяцев после детища Мавроди. Мошенники принципиально не держали деньги в банке и вывозили наличность за границу, похоронив вложение 4 миллионов вкладчиков. Русский дом Сейлинга. Пирамида, собравшая армию вкладчиков в 2,5 миллиона человек и считавшая выручку тоннами купюр. Значительная часть средств во время банкротства была конфискована в пользу бюджета. Вкладчики до сих пор надеются на компенсации. Авва. Созданный Борисом Березовским автомобильный всероссийский альянс собирал частные инвестиции для проекта «Народный автомобиль». Вкладчики, вопреки обещаниям, машин не дождались. Зато отдали 50 миллионов долларов. Властелина. Пирамида, сделавшая свою хозяйку Валентину Соловьеву одной из богатейших женщин России. На ее удочку повелась даже Алла Пугачева. Потери вкладчиков оценивают в 120 миллионов долларов. Сергей Мавроди отсидел 4,5 года в тюрьме за мошенничество. Сейчас он находится на свободе. Трудно сказать, что произошло бы, если бы следствие в отношении него было проведено непредвзято и профессионально. Есть вероятность, что он получил бы огромный срок и до сих пор находился бы за решеткой. Но объективный суд мог точно так же и оправдать основателя МММ, списав все его грехи на пробелы в нашем законодательстве. Но ответить на вопрос, где осели миллиарды МММ, не может ни суд, ни следствие, а только один человек. Вот мне доверяют 15 миллионов человек. Ну, 15% населения. Почему-то. Хотя я там мошенник. И так далее. А вот все, кто задают этот вопрос, ну, я не хочу вам конкретно, чтобы так вас не обижать, они все такие честные, умные, образованные. Но им почему-то никто не доверяет. Если они организуют МММ, копейки никто не дарит. Вот им не стыдно. Вот почему им никто не доверяет. Значит, что-то никто не то видит. Остается добавить, что в январе 2011 года Сергей Мавроди объявил о запуске своего нового предприятия МММ-2011. Мы можем... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok